Бездомных животных во Владивостоке забирают в семьи. В Краевом центре прошла выставка раздачи котов и собак, организованная волонтерами движения «Спасем жизнь» при поддержке администрации Владивостока в рамках проекта «Животные города В». Это уникальная возможность, благодаря которой кошки и собаки получили шанс на счастливую жизнь. Новый дом удалось найти 32-м хвостиком. Волонтерское движение «Спасем жизнь» существует уже больше 10 лет. Спасаем с улицы бездомных животных, подбираем, лечим, стерилизуем. Ну и самая конечная точка – пристраиваем, конечно, и самое сложное. Организаторы мероприятия сотрудничают с местными приютами и ветеринарными клиниками, чтобы предоставить жителям всю информацию о выбираемом животном. Кроме этого, волонтеры фонда контролируют дальнейшую жизнь питомца, стараясь обеспечить полную безопасность и благополучие. Мы отдаем по договору. На следующий же день мы созваниваемся, узнаем, как переночевал первый день, потому что, ну, бывает шероховатости. Где-то боится, потому что это животное, оно приходит в чужую среду, то есть это чужие люди, запахи, звуки, все чужое. Мы объясняем, как нужно приучать, чтобы это безболезненно и для хозяев было, и для животных. Выставка вызвала настоящий ажиотаж среди горожан. Многие семьи пришли, чтобы найти себе верного друга и дать ему дом, наполненный любовью и лаской. Важно отметить, что помимо возможности выбрать нового друга, жители также могли оказать поддержку фонду «Спасем жизнь». Помощь заключалась в приобретении корма, наполнителей, лакомств. Также можно было пожертвовать финансовые средства для помощи бездомным животным. Мы всегда говорим, что с силой мы только вместе, потому что по одному никто ничего не сделает. Слава Богу, много добрых людей, которые приходят, помогают делом, словом. Выставка раздачи котов и собак привлекла внимание общества к проблеме бездомных животных, а также показала, что каждая из нас может сделать вклад в спасение четвероногих. Оксана Якуш, Дарья Мальцева, Степан Шамрай. Новости на Восьмом.